Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня на основании текста Евангелия от Луки, 1 глава с 26 по 38 стих, мы рассмотрим следующий вопрос. Новый Завет. Завет заключается между человеками и Богом. А со стороны рода человеческого с кем был заключен Новый Завет на то, что Бога-человек может соединиться с человеческой природой и совершить акт спасения? Кто со стороны рода человеческого дал согласие на эту встречу Бога с человеком в чреве Пресвятой Девы Марии? Мы знаем, что Завет Бога с людьми заключался неоднократно. Это был Завет с Ноем и его потомством Симом, Хамом и Яфетом, которые были родоначальниками человеческих рас и были даны так называемые заповеди Ноя. Был заключен Завет Бритмила, Завет обрезания с Вараамом. Был заключен Синайский Завет, который является как бы апогеем встречи Бога со своим народом в присутствии Творца и Пророка Божия Моисея. А вот начало Нового Завета. И здесь мы обращаемся к Евангелии от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. И здесь мы находим ответ на этот вопрос. Кто от лица рода человеческого дал согласие на встречу между небом и землею, Богом и человеками? И мы читаем. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая, святое наречется сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Здесь мы видим, как Деви Марии, смиренной 14-летней девушке из Назарета, является архангел Божий Гавриил, Божий ангел, посланник, и предлагает ей, чтобы она от лица рода человеческого вступила бы в этот завет, дала бы согласие на исполнение силы и Духа Святаго, чтобы стать матерью нашего спасения, лестницей между землею и небом. Здесь как бы таинственно заключается брак между небом и землею, а мы знаем из Писания, когда сватали Ревеку, об этом говорится в книге «Бытия» или «Азер» сватал ее за Исаака, согласие Ревеке спросили, хотя это было патриархальное общество, пойдешь ли с этим человеком, то есть со сватом, навстречу к жениху Исааку. И она ответила «Пойду». За тебя, за меня согласие за каждого человека дает Пресвятая Дева. Что она отвечает на архангельский глаз, на архангельское благовестие. Она говорит, мы читаем, «Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел». «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему, она говорит, да, она соглашается с этой истиной Бога воплощения, с этой тайной, которая должна произойти в ней». Бог создал нас, людей, свободными. И Новый Завет начинается именно с согласия Девы. И именно в этот момент, когда она говорит, «Да будет мне по слову Твоему, Дух Святой находит на нее, и сила Всевышнего осеняет ее, и позже рождаемая от нее святым наречется». Таким образом, Дева, она превзошла завет Ноя, завет Авраама, в Синайский договор между Богом и еврейским народом, ибо она соединила в себе несоединимое небесное земное, божественное и человеческое, и Бога человечества Христа возникает в ее чреве. посему она называется Богородицею, не потому, что она родила Бога, а потому, что во Христе Иисусе божественное и человеческое, в единую личность и в единую ипостась. И мы не отделяем во Христе божественное от человеческого, нарицая ее Бога-Матерью. Это удивительный вопрос, это удивительная тайна, и сегодня мы отвечали на этот вопрос. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. С Богом! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok